В данном видео я расскажу об одном из самых важных приемов рисования Photoshop. Это смешение цветов. В работе я прежде всего полагаюсь на комбинации клавиш. В предыдущем видео мы изучили инструмент кисть, который при нажатии Alt становится пипеткой. На данном завершенном примере мы имеем освещенный шар, где свет плавно переходит в тень. И в этом переходе присутствует большое разнообразие оттенков. Итак, в процессе рисования вам потребуется создавать переход из одного цвета в другой, используя кисть. Эта процедура называется смешением на экране. Шаги ее на самом деле очень просты. Тем не менее, на освоение техники следует уделить немного времени. Вы извлечете из этого знания, которое будете постоянно применять во время рисования. Практика окупится сторицей. Идем дальше. Если решаете начать с цвета А слева, а затем с цвета Б с правой стороны, тогда по центру разместите немного цвета А. Обратите внимание, чтобы уровень нажима Flow, один из параметров кисти был установлен в районе 50%. Таким образом, при каждом мазке ваша кисть будет отдавать меньше пигмента. После этого выбирайте цвет Б и наносите его поверх цвета А в центре. В результате поверхностного наложения вы видите много других оттенков. Выберите оттенок, который более всего похож на промежуточный микс между двумя вашими цветами. Используя Alt, берем образец и рисуем чуть сильнее. Похоже, в получившемся оттенке не хватает цвета А, поэтому я добавлю его немного. Вот это уже больше напоминает промежуточный цвет. Вероятно, нужно добавить еще немножко Б. Ну вот я начал с цветов А и Б и нашел промежуточный вариант без применения инструмента выборки цвета Color Picker. Клавишей Alt я вызвал инструмент Пипетка, чтобы взять образец полученного тона, после чего рисовал этим новым тоном. Когда художник рисует картину маслом, первое действие, которое он производит, это смешение цветов на реальной палитре. Когда вы работаете в фотошопе, то не волнуйтесь о том, что картина может высохнуть. Необходимость в предварительной подготовке красок отпадает. Но я настаиваю, что предварительное смешение цветов, которые вы собираетесь использовать в своей композиции, на самом деле очень выгодный шаг. Практически всегда в процессе своей работы я использую так называемую мини-палитру. Она находится на отдельном слое, который можно показывать или скрывать, а также перемещать поверх рисунка, на котором я работаю. Выглядит она как обычная палитра масляных красок. Компьютерная палитра позволяет в любой момент рисования кистью обратиться к ней пипеткой за нужным цветом. Вы сами убедитесь, насколько это удобно. Можно закреплять ее в углу рабочего пространства. В любой момент рисования, зажимая клавишу Alt, я беру необходимый для моей иллюстрации цвет из мини-палитры. Таким образом, я постоянно экономлю собственное время, не расходуя его на открытие окна палитр цветов, на поиск тона и подтверждения. Еще один бонус предварительной подготовки – это гармоничная комбинация цветов на рисунке. Заранее позаботившись о наборе основных красок, вы с большей вероятностью получите рисунок в приятной световой схеме, чем если бы выбирали цвета случайным образом. По мере работы рисунок превратится в самостоятельную палитру и вы будете выбирать цвета прямо с холста. В завершении каждого видеоурока я предлагаю упражнения, которые помогут закрепить изложенный материал и приемы. На представленном примере вы можете видеть нечто похожее с тем, что задают в художественной школе. Цветовые градиенты – это практическая работа для художников. Я покажу последовательность действий на примере верхнего слоя. Остальное вы выполните самостоятельно. Для работы доступны только образцы цветов А и С, из которых необходимо создать градиенты. За все время вам нельзя пользоваться окном палитра цветов. Итак, установите уровень непрозрачности на 50%. Возьмите круглую жесткую кисть. Первым делом необходимо создать копию цвета Б, который является срединным между А и С. Для начала я беру цвет из образца А, поверх накладываю немного С, в том количестве, которое мне покажется правильным. Это может показаться простым, но на самом деле это отличный способ набить руку. Как только вы останетесь довольны цветом Б, переходите к другим оттенкам, указанным выше на образце. Для этого необходимо смешать краски А и Б так, чтобы добиться промежуточного оттенка, который будет соответствовать образцу. Следующий на очереди цвет – это микс между Б и С. Как вы могли увидеть, я создал новые цвета без вспомогательных инструментов, только смешением образцов А и С. Я был не очень аккуратен с краями, но я могу их почистить и выровнять. Для этого я беру серый цвет фона и, зажимая клавишу Shift, подчищаю все вокруг. Попытайтесь продолжить это упражнение самостоятельно. Каждый пример – это градиент от А до С, где нужно создать Б и половины А, Б и Б, С тона. Проделайте данную работу несколько раз, приобретая сноровку с каждым повторением. Успехов! Продолжение следует...